Так, девочки, расклад из потока. Сегодня что-то меня пригвоздило с раскладами, да? Давайте посмотрим, кто придёт. Какой из мужчин? Мужчина пришёл. Давайте посмотрим, что хочет, какой он. Не забываем, расклад общий. У всех отыграться он не сможет. Вот, за личным, пожалуйста, переходите в WhatsApp по номеру телефона, он в описании к видео. Давайте посмотрим, что за человек пришёл. Девочки, человек, который говорит, что он считал себя подарком судьбы. А сейчас он понимает, что всё закончено, подарок судьбы, понимает, что всё закончено, что он всё неправильно транслировал в жизнь и хочет шанса. Итак, давай посмотрим, что ты, кто ты, кто ты, кто ты, кто ты, кто ты. Покажись. Девочки, выпал рыцарь мечей. Эгоистичный, холодный. Импульсивный человек. Герой-любовник. Герой-любовник. Человек такой, ничего не видящий, ничего не слышащий. Да, что хочу, то и ворочу. Какую хочу стену бить, то и буду. Сейчас он решил пробить эту стену. Сейчас он хочет донести до кого-то что-то. Давайте попросим его показать женщину, которой он хочет что-либо сказать. Покажи нам женщину, какая она, какой ты её помнишь, знаешь, чтобы она себя узнала. Женщина очень сильная, девчонки. Очень. Женщина, которая любила. Любила безумно его. Хотела всё дать, строила планы. Хотела уже их, так сказать, реализовывать. Женщина даже, знаете, девчонки, не столько сильная, сколько любовь была сильной у неё к этому мужчине. И она ради него могла горы свернуть. Но она маячила-маячила ему. А он, блин, так и не понял, да, что это ему. А может быть и понял, но не отреагировал. Вот такой вот он вас видит. Сильный, красивый. Сильная, красивая, умеющая, знающая. Мало того, что она всё может, она ещё и сродни волшебницы с такой силой. Да, и льва укротит. Но вот его что-то не укротило. Что ты хочешь сказать этой женщине? Что между вами было? Девочки, был уход. Был уход. Был уход, была взята пауза. Это как он считает. Сейчас-то он считает, что вы к нему уже всё, дверь закрыли. А он считал раньше, да. Ну и сейчас желает также считать, что это всего лишь была пауза на подумать. На подумать о том, что же всё-таки дальше делать. Либо просто пауза отдохнуть. Потому что настолько вы сильные, да, что он, видимо, переутомился немножечко. Какие твои чувства к этой женщине? Девочки, он говорит, что он очень долго был на выборе. Выбирал из ничего никого, да. И по правосудию получилось так, да, что довыбирался и остался один. Даже если кто-то рядом есть, это ненадолго. Это временные такие вот. Прошла, ушла, мимо пошла. Человек сейчас намеренно не строит каких-либо долгосрочных отношений, потому что ещё не может разобраться в себе. Что ты чувствуешь к женщине, к этой? Давай ещё посмотрим, что ты хочешь ей сказать. Девчонки, он говорит, что извиняется за то, что вот так вот всё подвесил, что не давал определённости, что вообще не отвечал на вопросы, что предпочитал молчать, предпочитал держать вас в невидении. И как бы он сейчас хотел вот так вот спустить к вам голубя, рассказать, как он, что он, что чувствует к вам, что скучает. Как бы он хотел уже что-то для вас сделать, хоть что-то. Что ещё ты хочешь сказать? На этом человек ушёл. Карта стоп. Хорошо. Давайте посмотрим, раз человек ушёл, что же вы чувствуете, чувствовали к этому человеку. Девочки, вы рассказываете мне здесь, что человек был несвободен. Даже можно понять тут, трактовать влюблённый как триомеридиан, то есть были трети лица в ваших отношениях, скорее всего. Либо они были такими, что, знаете, сегодня есть, завтра нет. Человек очень часто загонял вас в эмоциональные взрывы, то есть расшатывал, да, лесенки, мостик, на котором стояли. Человек очень часто настолько не мог определиться, буду сегодня я или нет, приду я или нет, люблю я или нет, хочу я или нет, что вы уже просто задолбались, сказали всё. И ему снос тыквы сделали, сказали, пошёл вон, либо ушли сами, либо ушёл он от того, что вы ему сказали, что всё, дорогой, моим очи больше нет. Что вы чувствовали к этому человеку? Какие у вас были чувства? Девчонки, вы его любили, но любовь здесь была больше материнская, вы здесь больше были мамой, чем женщиной. Императрица, это, конечно, красивая женщина, это клёвая, это классная, это женщина с такой энергетикой, просто гипнотической, но ещё зачастую она показывает вот в таких раскладах, при таком сочетании карт, которые у меня здесь, что вы больше были как мама, помыть, убрать, одеть, обуть, какие-то наказы дать, что-то спросить, отругать, то есть вы заняли позицию мамы, никак не женщины, которую нужно любить, оберегать, да, как мужчина, он у вас был, скорее всего, под вашим крылом, да, он был под вашим крылом, вы совсем забыли про себя, и про себя вы вспомнили только тогда, когда произошёл вот этот бабах, произошёл бабах, да, чекрыжилась дверь, которую уже вы спокойно сняли, и вы всё-таки свою обрели ценность, да, вы узнали всё-таки, что вы же женщина, вы поняли о том, что вас надо любить, девчонки, но зачастую мы сами неправильно выстраиваем отношения, зачастую мы становимся мужчинами, мамами, понимаете, а не жёнами, не девушками, беззащитными, да, мы сами можем и коня на скаку остановить, и гвоздь бить, девочки, но это неправильно, очень часто мы тоже виноваты в таких отношениях, потому что мы занимаем неправильную позицию, неправильную роль, отчего мужчины начинают этим пользоваться, в итоге получается развал, расход, всё кончено, от этого боль, страдания, и многие мучаются долгие годы, ну вот такой какой-то расклад, вот, отчего,